Доброго времени суток, друзья! С вами Грей Фокс и Рин. Да, всем привет, дорогие друзья. Вы на канале команды Tower of Gaming Revival. И, в общем-то, вот мы продолжаем рождественский спешл «Hut of a boyfriend» читать. Это наша уже вторая попытка записать третью серию, по-моему. Ну, какая разница какая. Всегда что-то отвлекает. Ну да, как начнём, так начинают у Рин соседы либо долбиться, либо сверлиться. Ну, окей. Ты сказал, конечно, прекрасно. Ладно. Ну, это прекрасное описание того, что у тебя происходит вечно на записи. Увы. Ну, в общем, третья серия «Hut of a boyfriend». Наши герои придумали хитрый план. Заманить рождественских воров к Сакуе в поместье. Или в особняк, или как это называется. Ну, к нему домой, где стоит самая шикарная ёлка, да. Да, давайте посмотрим, как у них это получится. Это твои слова. Ты же у нас автор. Конечно, конечно. Мои, да. Ещё только полдень, а уже очень холодно. Сегодня у нас был короткий день. Представляю, как бы я замёрзла, если бы был уже вечер. Почему мы должны были встретиться здесь, Сакуя? Это этот же кабинет студенческого совета разрушенный. Ну. Ему, видимо, не холодно. Разве это не очевидно? Потому что это мои владения. Твои разрушенные владения, ты хотел сказать? Руины. Сволочь! Как ты смеешь! Ты издеваешься? В словаре Лебель нет слова разрушенный. Неважно. Давайте уже обсуждать наш план. Так отвлекаться не очень похоже на Сакую. Ну да, совсем не похоже. Он вечно. Простолюдин! Сволочь! Ты ничего не понимаешь. Так что... Всё в порядке вещей. Здесь они применили взрывчатку. Как думаешь, как они попробуют атаковать особняк? Страшно представить. Ядерной бомбой, блин. Они могут притвориться обычными гостями и проскользнуть через главный вход. Да, они могут. Но их цель – это ель. Так что как только они войдут... Они не смогут её утащить. Юя показывал нам фотографии. Они довольно маленькие и просто не справятся с ней. Ну, с остальными же как-то справлялись. Действительно. Так как они её вытащат? Чёрт, я кажется, знаю как. Не спойлери. Да, я не буду. Просто обложка Стима всё спойлерит. Но ты её не видела, тебе хорошо. Окей. Я думаю, они притащат какую-нибудь тяжёлую технику. То есть ты думаешь, они возьмут с собой грузовик или вроде того? Любая подозрительная техника, замеченная рядом с особняком, будет немедленно нейтрализованная. Нам нужно, чтобы охрана отслеживала появление любого вида грузовиков или кранов со всех направлений. Особняк открывается в стель. Сегодня вечером мы должны быть уже там, верно? Да, тогда мы сможем быть уверены, что всё пройдёт гладко. Тогда увидимся там. Нам нужно поймать этих воров до того, как наступит Рождество. Эх, у меня всё ещё есть немного времени, прежде чем я направлюсь к дому Сакуи. Такой фиолетовый коридор? А, по-моему, такое и было в каком-то из рутов. Возможно. Но домой я дойти явно не успею. В смысле? А, я подумала, сейчас на неё набросится какой-нибудь доктор там внезапно. И прирежет. Что же мне делать? Наверное, нам сейчас дадут выбор, что нам делать. Может, пойти к доктору? Может. Может быть, мне стоит поискать какое-нибудь оружие в городе? По-моему, Анхел упоминал, что в каком-то из старых магазинчиков нашего города продают экскальбур. What a fuck. Простите. Ну, зато хоть Анхеля вспомнили. Думаю, мне стоит пойти туда. Походу, не только вспомнили, а сейчас мы ещё и к нему пойдём. А, ну, она имела в виду пойти в магазин, наверное, не к Анхелю. Ну, кто знает. М? А, доктор! Нет, 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 я так и знала! Боже мой. Я заметила знакомую фигуру рядом с лабораторией. Доктор? А, неужто это место, так? Ваши занятия на сегодня уже закончились, не так ли? Что же тогда вы здесь делаете? Я как раз направлялась домой. А что насчёт вас, сэр? Он пытается спрятать большую тубу с пробирками, которую держит в крыльях. Ммм, да это должно страшно выглядеть. Наверное. Проводил кое-какие тесты. Чтобы проверить кое-что. К сожалению, я только сейчас получил доступ к этим образцам. Это просто бессмысленно. Он выглядит очень недовольным. Я вообще когда-либо видела на его лице такие яркие эмоции. Не знаю, по спрайту не видно. Может быть, результаты теста его не устроили? Ну, я не знаю, что произошло, но... Что-то мне кажется, что доктор создал каких-то этих мутантов. И они теперь воруют ёлки. У них руки есть. Это интересная мысль, кстати. Взбодритесь, сэр. Я уверена, скоро произойдет что-нибудь хорошее. Что-нибудь хорошее? Вот и ж последнее, чего бы я желал. Оставив это грубое замечание висеть в воздухе, он направился в медпункт. Хотела бы я поделиться с ним своей жизнерадостностью. Не надо! Держись от него подальше, пожалуйста! Не трогай его! У меня её так много, что хоть зубы ей чистить! Опять отличная метафора. Скажите, мисс Тосака, вы почистили зубы? Да, сэр. Он остановился, обернувшись. У вас есть аллергия на что-либо? Аллергия? Как на арахис или рыбу? На рыбу? Ну а почему нет? Аллергия может быть практически на всё. Ну да. Ну просто я знаю, что на арахис у многих людей аллергия бывает, а на рыбу? Это что-то редкое. На сою. Например. Нет, вроде бы. По крайней мере, не думаю. Действительно. И он пошёл вперёд, озаряя коридор своей самодовольной ухмылкой. И чё это было? Чё-то непонятное произошло. Может он ей хочет подарить, не знаю, соевые бобы? Я думала, он её сейчас утащит и будет на ней какие-то опыты с помощью СОИ проводить. Может быть. Вы бы хотя бы объяснили, зачем спрашивали, сэр. Если вы просто вот так уходите, кто-нибудь когда-нибудь захочет выяснить, в чём дело. Ну да, например, мы. Это переход в новую главу, я так полагаю. Я надеюсь. О, особняк Сакую. Открытие особняка произойдёт с минуты на минуту. Персонал кажется очень занятым. В центре главного зала. Ох, красота. Ёлочка, гори. Должно быть, это и есть ель. Ну как бы, да. Такая огромная, даже для такого зала. Её нельзя было даже обхватить руками. Ель-баба. Отлично. Гибрид такой. Да большинство елей ты не сможешь обхватить руками. Ну только ствол разве что. Может быть можно, если они тоненькие какие-нибудь. А это прям пышное. Нет. Так у них же ветки в разные стороны торчат. Ты к стволу не подойдёшь просто так, чтобы это сделать. Ну мы с парой Тринта толком не видели. Может она, у неё руки такие, знаешь, длинные. Она может. Да. Хз. Похоже, снаружи уже собирается толпа. По всей видимости, внутрь уже внедрены солдаты в штатском. Замечательно. Это типа чё, для того, чтобы ловить преступников? Ну конечно. Для чего мы здесь собрались? Ну я так просто солдаты. Ну солдаты это уже как-то слишком. Ну это сакуя. Ему простительно. И разумеется, в особняке Аля Бэля лучший охранный персонал. О, это ж охранник из магазина. Не страшитесь, не бойтесь. Стильный и надёжный отряд Стражей Чаек уже здесь. Ему чё, зарплаты не хватает в магазине? Я пришёл подработать. Наверное. А, Стража Чаек. Железные руки в бархатных перчатках. Я чувствую себя такой защищённой. О боже, боже. Рута с Чайкой нам не хватало в новелле. У тебя такой большой дом, сакуя. Его, наверное, очень сложно убирать, да? Ну так он сам и не убирает. По-моему, в оригинале Риота тоже что-то такое спрашивал. Может быть. Я некомпетентен в этом вопросе. Откуда я должен знать, если у меня есть слоги? Да ты до недавней поры даже не знал, как использовать метлу. Это всё глупости для простолюдинал. Мне, как аристократу, не пристало работать с подобными вещами. Ах, какая жалость. А ведь у тебя к этому талант, сакуя. В смысле? Подметать. Ага. Никто не ожидал, что ты так здорово поможешь нам с уборкой в конце года. Аррр. Сакуя кажется обеспокоенным. Не знаю, воспринял он наши слова как похвалу или как оскорбление. В любом случае, я соизволю раскрыть свою великолепную рождественскую ёлку перед глазами нищих и плебеев. Вы уверены, что воры заявятся сюда? Я думаю, это зависит только от них. Юя проделала огромную работу, распространяя новости. Я думаю, мы с уверенностью можем сказать, что они знают об этом событии. Я расставил элитных телохранителей семьи Лебель по всей территории. Воры будут захвачены в течение двух секунд после их прибытия. Ох ты, господи! Вау, это ворон, походу. Дворецкий. Мастер Сакуя. Тёмный дворецкий. Да, действительно, Тёмный дворецкий. Ну, отсылка, видимо. Что такое, Альберт? Вам пришло письмо, сэр. Вот оно, сэр. Спектр эмоций. Что там такое, Сакуя? Они храбрые. Это письмо, в котором сообщается об их гнусных намерениях. Чё, мы придём и украдём вашу ёлку? Так и написали? Ну, видимо. Они всё-таки придут? Можно мне посмотреть? Сакуя передал письмо Риоте. В нём говорилось... We want the big tree. Merry Christmas. Шикарно. Нам нужна большая ёлка. Счастливого Рождества. Великолепно. Да. Это... Я так понимаю, это письмо о гнусных намерениях? Оно жутко милое. Где? В каком месте? Похоже на рождественскую открытку или письмо Санте. Да уж. Там в письме Санте хотя бы пишут. Dear Santa. I want... Это как-то угрожающее выглядит. А тут просто, знаешь, как был ультиматум, так и тут ультиматум. Мы хотим. Ёлка. Ха-ха-ха. Им нужна ёлка? И они думают, что мы её просто так отдадим? Если она нужна, пусть придут и возьмут. Счастливого Рождества. Они говорят, что не отдадут её нам. Чё? Кто? Чё-то я не поняла. А, это эти. Воришки. Это их реплики, походу. А, счастливого Рождества. Они говорят, что если мы хотим её, то должны прийти и взять её. Будем по очереди, значит, читать. Наверное. А, то есть они уже здесь. Уже не будем. Окей, хоть и странные существа. Сакуя, сзади! А? А? Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Время для плана Б. Что? Там! Это они! Рождественские воры! Что? Что? За ними поймать их! Вы глаза побыклёвывали, что ли, глупые чайки? Побыклёвывали. Вам, видимо, глаза побыклёвывали. Как они смогли пробраться сюда? Они надеялись, что смогут забрать ёлку, если просто подойдут и попросят её. Лол. Это плохо, Сакуя. А чё? Куда мы переместились внезапно? Чё случилось? Почему мы на улице? Действительно. Что? Они её унесли? Как они могли её... Меня не знали. Это чё вообще? Вот эти две шмакодявки, такую ёлку... Охренеть просто. Это плохо, Сакуя. Я изо всех сил старалась их поймать, но они ушли. Отряды охраны так же ничего не доложили. Похоже, они сбежали. Что за глупо упущенная возможность? Да бред какой-то. А, они убежали без ёлки. А, без ёлки. Ну окей. Они говорили что-то о плане Б, прежде чем ушли, верно? Я не думаю, что они сдались. Нам стоит быть на чеку. Знаю. Давайте вернёмся в особняк. Ах, как же холодно. Нашей героине надо какая-нибудь одежда. Ну да, потому что нас задолбало, всё время ноет. И воры всё ещё не явились. Уже почти полночь. Они их что, на улице ждут? Возможно. Может быть, они пошли домой и уютненько спят, укрывшись кататься. Как можно укрыться кататься? Это же стол. Может, имелось в виду, залезли как-нибудь под катацию и там спят? Под него же залезают и греются. Сложности перевода, скорее всего. Переводчики, наверное, не знали, что такое катацию. Ах, я тоже хочу укрыться катацию. Я принёс вам имбирного чаю, мисс. Пожалуйста. В самый раз, чтобы согреться. О, это вы. Ты пробовала когда-нибудь имбирный чай? Да, буквально на днях. Но там был не только имбирь, а ещё лимончик. И как оно? Ну, поначалу вкусненько, а под конец очень-очень крепко. Так что обжигает сильно рот и горло. Да? Я просто никогда даже не слышал о таком чай с имбирём. Ну, имбирь, он же специально используется там, чтобы против простуды, например. Если чисто с ним заварить напиток, то он будет крепкий, обжигающий. У меня мама тащится под такому чайку. Так, а чё она так удивилась? О, это вы. Спасибо огромное. Я всегда считала, что тёмный дворецкий всегда знает, что тебе надо. Да, это значит, действительно отсылочка. Ну. Разумеется, мисс. Как обстановка снаружи? Никаких новостей? А, то есть они там тусят в основном. Где снаружи-то? Вы же сами снаружи. Может, Рин одна стоит тут и ждёт их снаружи? А голуби там тусят? Не знаю. Запланированные проверки всех команд прошли вовремя, мастер. Никаких новостей. Хм. Эти трусы всё-таки сдались. Уже так поздно. Надеюсь, они просто пришлют нам письмо о том, что не придут. Да, конечно. Оптимисты. Да, действительно. Мы передумали и воровать вашу ёлку. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Фраза, блядь, до любых случаев жизни. Это ещё что за шум? Там был шум какой-то на фоне? Не было. Не было. Либо у меня тоже слишком тихо звук стоит. Вражеская техника в северо-западном текторе. Нас атакуют! О, ма гад. Сакуя! Риота! Вперёд! Куда вперёд? В атаку? На технику? В атаку! На ночных улицах было полно народу. Да какие улицы? Чё вообще? Я не понимаю, что тут происходит. Да, тоже. Охранник сказал техника, да? Это значит... Они всё-таки притащили что-то вроде грузовика. Это ничего не значит. Мой элитный отряд охраны семьи Лебель нейтрализует их в течение пары секунд. Вам сообщение, мастер. Летний отряд охраны семьи Лебель нейтрализован в течение пары секунд. Что? Как вообще? Обламинго. Видите, ничто не может противостоять семье Лебель. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сакуя, подожди, он не это имел в виду. Сакуя не понял. Он сказал нейтрализован, а не нейтрализовал. Что? Именно, сэр. Этот шум что-то приближается. Смотрите. Я так и знала, я так и знала, что они на танке приедут. И на обложке как раз и нарисовано вот это вот дело. Где они взяли танк вообще? Кто-то им подогнал, наверное. это рождественские воры на танке? Вау! Это не просто грузовик. Это даже хуже, чем мы думали. Ха-ха, счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Мы украдем елку. Мы украдем елку. Ура. О, дыр-дыр-дыр. Танк заводит. Такая анимация. Потрясающе. Эх, какая там Live 2D или что там используется для анимации спрайтов в Love Money Rock'n'Roll? Вон, настоящая анимация. Танк прыгает как живой. Угу. А, что же нам делать? Они едут прямо сюда. У них есть боеприпасы? Стойте! Прекратите! Что за мерзкие демоны смеют бомбить мой особняк? Там же все еще птицы. Я выведу их оттуда. Они без сомнений взорвали комнату студенческого совета. Танком? Ну, снарядом. Видимо, да. А, ну, да, может, это была не взрывчатка, а снаряд, действительно. Вот походу. Если все и дальше так пойдет, твой дом будет выглядеть так же, как и мой. Самая ирония на уровне. Ой. Я... Я этого не вынесу! Мы должны остановить их! Что же мне делать? И что, выборы? Я должна остановить танк воров! Так, как это делается? На эскейп. Да. Еще я хотел проверить. Конец все на максимум стоит вроде бы. Просто я не слышу звука. Никак вот танк дырчит, никак танк стреляет, ничего такого. Ну, может быть, там и нет звука. Окей. Что мы будем делать? А, кулак, девочки, подру... слушай, мне нравится атака почтовым ящиком. Само по себе просто звучит интересно, но... Но в любом случае, почтовый ящик будет сильнее, чем кулак девочки-подростка. А вдруг у нее там супер-кулак какой-нибудь, мы же не знаем. Ну, действительно. Так что, а ящиком или кулаком? Ну, я за ящик. Ну, давай. Не знаю. Атака почтовым ящиком! Мне нужно какое-нибудь оружие. Эх, надо было сходить за экскалибром в магазин. Да, не успела просто. Ну, почтовый ящик. Вот, это как раз подойдет. Простите меня, японская почтовая компания. Я извинюсь перед вами как следует, когда это закончится. Я вырываю ближайший почтовый ящик и прицеливаюсь в движущийся танк. Сильная девочка. Да, явно физкультуру не прогуливала. Получай! Необычайно тяжелый почтовый ящик, наполненный бурным величием новогодних и рождественских поздравительных открыток. Ничего. Окей. У меня ничего не вышло. Прости, Сакуя. Я никогда не пробовала охотиться на зверей, сделанных из металла, и я не знаю их слабых мест. Даже моя элитная стража ничего не смогла сделать. С этой штуковиной не справится ни один человек или птица. Резкий треск эхом разорвал ночь. Что же там? И танк остановился. А? Юя наш супергерой. Это что это? Или винтовка со снайперским прицелом? Ну там не видно же, поэтому не знаю. Нет, нет, нет. Джентльмен не должен так быстро сдаваться сакуя. Что? Юя! И ты заставил леди задержаться до столь позднего времени? Да к черту воров, это ты здесь самый настоящий злодей. Прошу, прости его, монами. О нет, все в порядке. Но я ничего не могу сделать. Ты, ты чертов мошенник. Это еще что за штуковина? Что ты за старшекурсник такой? Это, это противотанковая винтовка. Нужна каждому старшекласснику. Ну да. Да, да, да. Мостов маст хэв для японских школьников в наши дни. А у тебя там не прятан гигантский боевой робот. Это тоже маст хэв для японских школьников. Возможно. Неплохо. Да ты издеваешься. Но Сакуя, даже у меня дома секира лежит. Конечно же у такого модника как Юя обязана быть штурмовая винтовка. Или даже две. ха-ха. Именно. Надеюсь, ты узнал сегодня кое-что новое о культуре Японии с Такуя. Япония. Действительно сложное и запутанное место. А Франция такое простое, типа, и легкое. Да. Юя, осторожнее. Танк опять завелся. Он все еще движется. Я вижу. Увы, я надеялся, что быстро закончу с этим и смогу проводить Тосаку домой. Почему они Тосака пишут, не склоняя? Не знаю. Ну, японская фамилия, они вроде как и не должны склоняться. Ну да, ну, как бы в старых книгах, которые переводились еще, наверное, при Советском Союзе, не склоняются. А в новых склоняются. Ну ладно. Ну и в анимеях как во всяких вот, там склоняются обычно как-то привычнее этот Тосака. Ну да, это потому что... Не трогай Тосакова, развратный выродок. Это моя подчиненная. Ох, впереди итесь еще. Да, да, братишки сторятся. С каких это пор? Я твоя подчиненная. Сакуя, леди, никогда не любит мужчин-собственников. Неизвращаемые слова. Я ничего такого не имел в виду. Ха-ха-ха-ха. Ты уверен? В любом случае, время покончить с этим. Адью, мистический дуэт воров. О, было слышно выстрел. Ух ты. Он остановился. Отличная работа, Юя. Ты сейчас так круто выглядишь. Благодарю, монами. Я польщен. Счастливого Рождества. Соедини вот это вот с этим. О, боже мой. Счастливого Рождества. Боткни вот это вот сюда. Они там походу взорваться хотят. Механизм самоуничтожения. Ага. А, нет. Мы починили его, Лол. Че? Ого, оно еще не умерло. О, черт. Я думал, что вырубил его. У тебя есть другой план, выродок? У меня кончились боеприпасы. Я взял совсем немного. Один патлон. Походу. Или два. Похоже, я проиграл. Да забудь ты про боеприпасы. Разве такой супер старший курсник, как ты, сдается так быстро? Я еще не закончил, монами. Тем не менее, эти двое обладают необычайной степенью. Рин, осторожней! Кажется, ее переехали танком. Я надеюсь, это не так. Рин, ты ранена? Я в порядке. подожди, твой хвост, твой хвост горит. Как вкусно. Идите в жопу, пожалуйста, вот с этим всем. Гады, напомнили о том, о чем я не хотела вспоминать. Да, бедный Юя. А что произошло-то? Что у нее хвост горит? В нее стреляли, он хвостом защитил или что? Наверное. Самое главное, что ты в порядке. А я шрамы лишь украшаю от мужчин. Да, особенно на хвосте. Да, как у Фореста Гампа. Говорят, ты был ранен? Куда? В ягодицу. Вот это да. Хотел бы я видеть. Заказаки, ты идиот! Давайте выхваляться. Давай выйдем. Куда? Вы и так на улице. И поговорим или что? О, доктор. Я ждала, когда он появится. Похоже, вы попали в сложную ситуацию. Никто не ожидал увидеть вас здесь. я ожидала. Это было слишком очевидно, что он появится. А я не ожидал. Я ожидал увидеть этого Анхеля. Или еще кого-нибудь. Я про Анхеля что-то даже не думала. Я думала, либо Казуаки появится, либо этот. внезапно. внезапно. Доктор Ивамина? Почему вы сегодня я позволил себе осмотреть комнату студенческого совета. Я нахожу этот случай довольно интересным. я могу помочь вам если вы того пожелаете. Конечно же, если вам не нужна моя помощь, я удалюсь. В конце концов, у меня и без вас много дел. Я не могу разглядеть его лицо в темноте, но похоже, оно выглядит еще более безэмоциональным, чем обычно. Ой, оно у него всегда так выглядит. Ну, покерфейс. Может быть, у него снова плохое настроение. Но ведь даже доктор может блефовать. Верно? Я думаю, я выгляжу более надежным союзником, чем этот подпаленный самоуверенный голубь. Ох, уж этот ваш острый язычок, доктор. Пожалуйста, доктор Ивамина, если вы как-то можете остановить этих воров, прошу, сделайте это. Я надеялся взять их живыми, но сейчас я не буду возражать, если вы решите уничтожить их. Какой злой. Сакуя, нет. Да, они делали плохие вещи, но я не смогу жить дальше, если мы погубим что-то настолько милое. Сама милота на танке. Просто прелесть, да. Я не собирался убивать их. Мисс Тосака. Да? Доктор протянул мне шарик. Ну, или что-то аваренное и металлическое. Оу. Киньте это в танк. Вы должны суметь приложить достаточную силу для разрыва корпуса. Ну, что, гранату сделал, что ли? О, боже. Она что, великий бейсболист, что ли, чтобы кидать круглые штуки с такой скоростью? Там, по-моему, 140 километров в час максимальная скорость этого бейсбольного мяча. Возможно. Я не знаю. А может и больше? Ну, чтобы танк пробить. Это ж какая она прокачанная должна быть. А! Это граната! Положитесь на меня, сэр! Ну, гранатой должно быть легче. Хотя, зачем тогда пробивать корпус? Ну, ладно, посмотрим, что получится. Хей-я! Смотрите, смотрите, я сделала это! В нем дыра! Отлично сработано. У вас хороший бросок. Да, но что она делает? дыра я думал будет взрыв. Ну, видимо, это дымовая граната. Бомба со слезоточивым газом, верно? А? из танка вырывается какой-то газ. Что? Доктор, нам нужно уходить. Если нас заденет, мы не сможем поймать воров. ты можешь стоять, Юя? Мы должны выбираться отсю... Газ заполнял все вокруг. Это был коварный план доктора, походу. Угу. Мы должны вернуться в особняк и раздать всем противогазы. Да вы на всех не найдете. Ну, че? И шо, они там есть в особняке эти противогазы? Мне интересно, как выглядят противогазы для голубей. Ну, может быть, так же, как и для людей. Не знаю. Угу. Газ не действует на нас, по крайней мере. А? То есть, только на людей? Или как? Не знаю. Непонятно. О, ма гад. А, на них подействовало, видимо. Может, соевое? А, Поэтому он спрашивал, есть ли у нее аллергия на сою. Соевый газ? О, апчмек. 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 Мик. Мик. Да, что с ними такое? Танк с треском раскрылся, и белые создания вышли наружу. О, они выглядят ужасно. Найти аллерген, специфичный для них, было довольно просто. В конце концов, я нашел достаточное количество образцов в комнате студенческого совета. В настоящее время они испытывают симптомы, подобные тем, что проявляют люди, страдающие аллергией на пыльцу. В их случае аллергеном является соевая мука. Мистер Саказаки уже проделал достаточно дыр в их танке, так что газ быстро распространился. Ну, значит, не два патрона взял. Я рад, что мой план сработал. Вы смогли обратить мою неудачу в блестящую победу. Я не ожидал этого от вас. Вы образцовый учитель. Спасибо, мистер Саказаки. Вы мне льстите. Сэр, откуда вы так много знаете об этих ранее неизвестных существах? Сейчас скажет, я сам их и создал. Я их породил, я их и убью. Я их и убью. Исправлю ошибку прошлого. Ага. Похоже, у него снова плохое настроение. Так, но у него всегда плохое, походу. Он уставился в пустоту. Это не эти ли тесты он проводил сегодня? Если да, значит результат превзошел все его ожидания. Разве он не должен быть счастлив? В любом случае, они наши. Взяти! Так, я надеюсь, сейчас уже будет концовка. Я тоже надеюсь. Ну, хоть не позволили им елку стырить. Либо потом разрежу серию на две, если будет слишком много еще. Ну, посмотрим. И вот наша морозная полуночная война подошла к концу, кажется. Примите же свою судьбу, рождественские воры. Вам некуда бежать. Назовитесь. Счастливого Рождества! Мы не отпустим вас домой пораньше, если вы состроите грустные мордочки. Как вас зовут? Они хоть разговаривают и умеют? А, значит, кто-то Миру. Миру и Каку. Каку. Потрясающе ни кем. Дятливого Рождества! Тут даже непонятно, кто из них. Блин, мальчик, девочка, мальчики, девочки, кто вы? Существа. Не знаю. Миру и Каку, верно? Почему вы все это делали? Честно говоря, я не праздную Рождество, и насколько я понимаю, это всего лишь капиталистический коммерческий мусор. Но есть много птиц, которые действительно любят его. Нехорошо разрушать их веселье. Счастливого Рождества! А, то есть этой фразой они имеют в виду все вот... Да, это у них как КУ, все остальные слова. Или как у Ака-сана Курлы-курлы. А, Курлы-курлы тоже, да. Да, Рождество это все, что есть у Миру и Каку. Рождество это то, что заложено в наших инстинктах. О боже мой, нам сейчас расскажут, как они появились. Да ладно. Миру и Каку сказали, что они вообще не должны были рождаться. Никто не давал им жизни. Но они родились. Господи, теперь у нас тут тьма на минималках. Потрясающе. Сплошные флэшбеки. в канун Рождества. Поскольку они не должны были рождаться, они никому не были нужны. И Миру и Каку просто бросили. Это какие-то эксперименты доктора опять. Да походу, кого ж еще. Миру и Каку нереальны. Миру и Каку живы. Но Миру и Каку иные. И Миру и Каку нельзя было находиться снаружи. Но Миру и Каку не могли остаться. Господи, я с этих имен уже читаю, читаю каждый раз, и мне ржать просто хочется. Поэтому Миру и Каку решено было сжечь. Так, Миру и Каку сказали прощай. В смысле? Ой, логика не знаю, вышла из чата. Миру и Каку сказали прощай своему дому. Такое ощущение, что они из космоса откуда-то свалились. Либо из лаборатории вылезли. Я думала, что они больше похожи на каких-то странных маникопитающих, чем на птиц. Но я никогда бы не догадалась, что у них такая предыстория. Это слишком жестоко, доктор. Создать жалких несчастных гибридов в одном из своих безумных экспериментов, а затем попытаться убить их. Возможно, вы чувствовали, что ваше творение нарушает законы природы. Так я угадал, значит, да? Ну да, да. Но они такие же живые, как и мы. Вы должны были... Пожалуйста, не плодите недопонимания. Я не ответственен за их создание. Что? Он не ответственен? Вот это поворот. Я думала, что уже разгадала все, но похоже, я допустила жуткую ошибку. Счастливого Рождества! Папа миру и как очень веселый папа, он любил праздники. Счастливого Рождества! Папа праздновал весь декабрь, особенно Рождество. Они в таком восторге, что похоже их воспоминания перепутались. Эта история произошла много лет назад. Несчастный случай в лаборатории породил две гибридные формы жизни. Никто из исследователей не ожидал их создания. Начало мы надеялись, что они представляют научную ценность, но вскоре оказалось, что они почти идентичны существующим птицам, только с руками, да? Угу. Как только исследование было завершено, они должны были быть уничтожены. Но один из исследователей поступил очень безответственно. Он начал заботиться о них. Могу я спросить, что вы собираетесь с ними делать? Вы еще спрашиваете? Сжечь, да? Разумеется, они предстанут перед судом. Но они неопознанные существа, рожденные из-за излишеств современной науки. Разве их можно судить? Закон распространяется лишь на людей и на птиц. Даже если они выглядят как птицы, сомневаясь, что их можно осудить. Тогда они не имеют права быть судимыми по закону. Все, что они могут, это смиренно ждать своей смерти. Ужас какой. я обжект! Да, они сделали много плохого, но никто же не пострадал. Ну, разве что Юю подожгли. Мы не можем их убить. в самом начале чуть-чуть подгорело сзади. В самом начале такая была прям ох, мы их найдем, мы их накажем, а теперь нет, их нельзя наказывать. У меня есть предложение, мистер Шарагане. Да, доктор Иваминэ? Могу я забрать их? Нет, это вы можете? Нет, Сакуя! Отдать их ему, значит, уготовить им судьбу намного более худшую, чем смерть. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не собираюсь ранить их. Это будет не больно. Пока что. Я их просто убью безболезненно. Другими словами, он собирается сделать это потом. Если вы готовы принять их, сэр, у меня нет возражений. А вам стоит уважительнее относиться к доктору Иваминэ, вы двое. Счастливого Рождества! И не забудьте сообщить нам, где вы спрятали рождественскую ёлку мистера Урушихара. Хорошо? Какие это и грустные истории ни разу не объясняет нахрена не воруют ёлки? Ну, они родились в канун Рождества. Всё, тебя это не устраивает? У них папа любил Рождество, они же сказали, только неизвестно, кто их папа. А, они папе относят ёлки, значит, да? походу, или просто в честь папы собирают. Счастливого Рождества! Счастливого Рождества! Итак, с помощью доктора Евамины и Юуи мы захватили рождественских воров Миру и Каку. Никто больше не должен бояться за свои украшения. Но почему доктор вообще помог нам? Он даже не попросил компенсации. Обычно он попросил бы что-нибудь взамен. Пожалуй, подойдёт ваша нога. Да. Возможно, это была либо его идея, либо его идея. Что-то я не понимаю, о чём тут спрашивают. Нет, я тоже не понимаю. Его идея для рождественского подарка. Что? Ну, чисто вот куда ставить акцент смысловой? Неважно. Хрен знает. Ой, боже мой, ещё и не заканчивается. О, уже три ночи? Как поздно? Мы заставили их рассказать нам, где находятся украденные деревья, и я пошла домой, чтобы съесть удон и поспать. О, доктор, Миру, Каку, у вас ведь что ещё остались кольца от вашего хозяина, верно? Ну, у них на ногах какие-то кольца есть. Какие ещё кольца? А, точно. Хозяин, хозяин, смотри! Дайте-ка взглянуть. Рюджика. Рюджик. Не говорите только, что это Казуаки, пожалуйста. Или у него другая какая-то фамилия была. А, возможно, я тоже не помню. Но он тоже был как-то замешан в этих странных делах. Ты, после тебя не осталось ничего, кроме проблем. львов. Либо это какой-то умерший доктор. Доктор? Не знаю. Вот я не помню, там был же ещё какой-то персонаж, по-моему, в истинной концовке. А-а-а. Эх, если бы мы читали это сразу, а не спустя два года после прохождения. Ну, как получилось, так уж получилось. То ли это был отец Казуаки, который учитель, то ли ещё что-то такое. Там был какой-то замут, короче, что доктор Ивамина ему постоянно завидовал и свои опыты проводил специально, чтобы как бы сравняться с ним. М-м-м. Мистер Урушихара! Мы вернули вашу ёлку! Ох, боже мой, спасибо вам! Один её вид так устакаивает, не так ли? Я так рада, что она не пострадала. В отличие от ёлки Сакуи. Ей досталось, наверное. М-м. Зато эта ёлка, что стоит у Сакуи дома, в полном порядке. А, я думал и вторую липоза. Они имели в виду ёлку из тут совета, да. Я тоже подумала, что про домашнюю. Но они дом бомбили из танка. Я думал, это ёлки-то, да. Ну, наверное, это утешение. И мы, наконец, закончили наше расследование. Я готов работать без перерывов. Конечно же. Я всегда буду рад тебя видеть. Завтра канун Рождества. Я вернула оставшуюся часть деревьев их владельцам, и теперь я чувствую себя счастливой. Рождество бывает лишь раз в году, и я хочу его провести со своими друзьями. Завтра начнутся зимние каникулы. Я в таком восторге от одной лишь мысли об этом. Интересно, что случилось с Миру и Каку? Доктор забрал их домой? Это звучит мило. Доктор Ивамина, живущий с маскотами одного из сезонов года. Что, простите? А, она, как всегда, какой-то чушь несет. Нет, слишком сюрреалистично. Я даже представить это не могу. Мне слишком интересно. Надо бы спросить доктора, прежде чем каникулы начнутся. Простите, ми... Ух ты ж, ё-моё, какая красота. Шары повесили в медкабинете. все такое праздничное. А? Медпункт преобразился. Сэр, что случилось? Вам нравится Рождество еще больше, чем даже Сакуэ? Я не вижу в эти суеверия. Сразу такой милый стал, ну, просто с этой шапочкой. Разве я не говорю вам об этом ранее? И доктор тоже преобразился. Может, это какой-то защитный камуфляж? Сэр, что с вами? Только не говорите мне, что наконец-то сделали себе лопатарей. Ой, вашу мать, ну, почему, за что так смешно? Какое же у нее мышление странное. Как только я снимаю ее, они точно сжадевают мне новую. Легче ее просто не снимать. Они? То есть Миру и Кагу? О, счастливого раздетства! Рождества! Они здесь. Они живут здесь, да, сэр? Да, дома они лишь мешаются. Не тот, чтобы они не делают это здесь. Недовольный, как обычно. Кажется, он до сих пор терпит их, но вряд ли он им рад. Похоже, мне не стоит надеяться, что они останутся тут надолго. Да, не выдержит и прибьет. Они успокоятся после Нового Года. В конце концов, они такие только на Рождество. Вам не кажется, что вы взваливаете на себя слишком много, сэр. Что вы имеете в виду? Может быть, это лишь мое воображение, но не похоже, чтобы вы говорили правду. Это лишь твое воображение. Это достаточно утомительно держать их тут все время. Может быть, построим какой-нибудь загон снаружи. Похоже, он не собирается использовать их для своих экспериментов. Что он задумал? Тем не менее, он хорошо с ними обращается. Я никогда не видела, чтобы он хорошо обращался хоть с кем-либо. Может быть, ему нравятся милые животные? Мне пора идти, доктор. спасибо вам за все, что вы сделали для нас в этом году. Счастливого Рождества и с Новым Годом! Благодарю! И счастливого Рождества, конечно же! получена Ачивка Мэри Крисмас, да! Ура! Атака рождественских воров завершена. Вот. И, наверное, это все, что успеет выйти до Нового Года. После этого открывается другая глава. А это глава про Анхеля уже будет, видимо. Видимо, да. Эй, 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 что я включил? Зачем я это включил? Ты включил титры. Да, действительно. Вот так. Вот. Но остальное по мере возможностей уже тоже постараемся записать и посмотрим, когда это выйдет. Ух! Ну, это было весело. Да, трэшатина, но веселая хрень. Трэшово и весело. В общем, классно. Ну, да, собственно, оригинальная новелла тоже так и задумывалась, так что всякие отсылочки странные к Фениксу Райту, к Тёмному Дворецкому, ещё к чему-то там. вот, что касается маскотов, например, это мы оба так и не поняли, видимо, что за маскоты. Ну, наверное, Миру и Каку это имена каких-то там, не знаю, существ зимних или, не знаю, легендарных. Ну, они на пингвинов похожи прям на каких-то, может, в этом смысл, не знаю. В общем, неважно. Так мы ничего не нашли и не поняли по поводу их имен или их происхождения, почему он назвал их зимними маскотами. Если вдруг... Если вдруг... играет... Да. Да. Или нагуглит, напишите нам в комментариях. Ну, также там можете поделиться своими впечатлениями от нового в целом, лайк нам поставить. Делитесь обязательно, да. Подписаться даже. Ну, и кроме того, на канале есть еще много видео от других участников команды Tower of Gaming Revival. Можете посмотреть их тоже. Смотрите, смотрите. А мы на этом с вами прощаемся и тем счастливого Рождества. Да. Счастливого Рождества, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok